Из поучения святого Яна Златоустова на книгу Бытия В прошлой беседе речь была о древе, и мы показали, что человек до вкушения древа знал добро и зло и обнаружил большую мудрость в том, что дал имена зверям, в том, что узнал свою жену, в том, что сказал «Сины не костят костей моих», также в том, что сказал он о браке, о деторождении и сожитии, об отце и матери, о том, что получил заповедь, так как незнающему добра и зла никто не дает заповеди и закона о том, что делать и чего не делать. Сегодня нужно сказать о том, почему это древо названо древом познания добра и зла, если человек не от него получил это знание. Немаловажно дело знать, почему оно носит такое название, «Ибо дьявол ведь сказал, в день, в который вы вкусите их плодов от дерева, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие 3.5 «Как же, скажут, ты говоришь, что оно не сообщило познание добра и зла? Кто же, скажи мне, внушил это? Не дьявол ли?» «Да, — говорит он, — «Да, — говорят, он, когда сказал, будете, как боги, знающие добро и зло, так ты представляешь мне свидетельство врага и клеветника?» «Хотя он сказал, будете, как боги, но сделались ли они богами?» «Как не сделались богами, так и не получили они тогда и знание добра и зла?» «Он лжец и не говорит ничего истинного. Воистине сказано не стоит». Иоанна 8.44 «Не будем же приводить свидетельство врага. Мы увидим из самого дела, почему оно называется древом познания добра и зла. И прежде, если угодно, рассмотрим то, что такое добро и зло. Что же такое добро? Послушание. А что такое зло? Непослушание. И затем, чтобы нам не ошибиться касательно существа добра и зла, тщательно исследуем это на основании Писания. Что в этом действительно состоит добро и зло? Послушай, что говорит пророк. Что добро? Чего требует от тебя Господь?» Михея 6.8 «Скажи, что добро. Любить Господа Бога твоего. Видишь, что послушание добро происходит от любви. И опять «Ибо два зла, говорит Господь, сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 2.13 «Видишь, что зло, непослушание и оставление». Итак, будем помнить то, что добро – послушание, а зло – непослушание. Итак, будем понимать то и другое. «Потому названо так древо познания добра и зла, что заповедь, обучавшая послушанию и непослушанию, соединена была с этим деревом. И прежде этого Адам знал, что послушание – добро, а не послушание – зло. А потом он узнал это яснее на самом деле. Как и Каин, прежде чем убил своего брата, знал, что брата – убийство – зло. А что он знал – это послушая, что он говорит. Пойдем на поле. Бытие 4.8 «Для чего ты, вырвав брата из отеческих объятий, ведешь его в поле? Что ты предпринимаешь в пустом месте? Для чего делаешь беззащитным? Для чего ты уводишь его дальше от глаз отца? Для чего скрываешь дерзкое предприятие, если не боишься греха? Для чего и по совершению убийства, когда, спрашиваю, тебя негодуешь и лжешь? А именно, когда Бог спросил, где Авель, брат твой, ты ответил «Разве я сторож брату моему?» Бытие 4.9 Из этого видно, что он приступил к этому делу с ясным сознанием. Таким образом, как он и до совершения дела знал, что убийство – зло, и с большей ясностью узнал это потом, когда подвергся наказанию, услышал «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» Двенадцатый стих. Так и отец его познания добра и зла имел и до вкушения, хотя и не стал ясный, как по вкушении одрева. Что и говорит, что худо все мы знаем и до совершения, яснее же узнаем по совершении, а самую большой ясностью, когда подвергаемся наказанию. Так и Каин знал, что брату убийство – зло, и прежде его совершение, а потом яснее узнал из наказания. Так и мы знаем, что здоровье хорошо, а болезнь – тяжкая вещь, прежде чем испытаем это на деле, а гораздо лучше узнаем различия того и другого, когда переносим болезнь. Таким же образом, и Адам знал, что послушание – добро, а не послушание – зло. А потом узнал яснее, когда, вкусив одрева, изгнан был из рая и лишился того блаженства. Когда он подвергся наказанию за то, что вопреки божественному запрещению вкусило древо, то наказание яснее самым делом показало ему, какое зло составляет непослушание Богу, и какое добро повиновение. Поэтому и называется это древо древом познания добра и зла. Почему же оно называется древом познания добра и зла, если в самой своей природе оно не заключало этого познания? И человек яснейшим образом узнал это из наказания за непослушание относительно этого дерева. Это потому, что Писание обыкновенно дает название местам и временам, где и когда совершаются события от этих событий. И чтобы это было вам яснее, приведу пример. Исаак выкопал некогда колодцы. Соседи вздумали испортить эти колодцы. Вследствие этого произошла вражда. Исаак назвал колодец враждаю. Не потому, чтобы сам колодец враждовал, а потому, что за него произошла вражда. Так называется и древо познания добра и зла. Не потому, что само оно имело знание, а потому, что у него совершилось обнаружение познания добра и зла. Опять Авраам выкопал колодец, а Вимилех делал ему козни. Сошлись они, прекратили вражду, поклялись друг другу и назвали этот колодец кладезем клятвенным. Не потому, что колодец клялся, а потому, что у него была дана клятва. Видишь ли, как неместа бывают причиной событий, хотя и получают название от этих событий. Совершенно необходимо еще продолжить примеры, чтобы яснее было сказанное. Опять Иаков увидел встретивших его ангелов и полк Божий и назвал то место полком. Бытие 32.1.2 Хотя место не было полком, но оно названо так, потому, что там увидел Иаков полк. Видишь, как он назвал место по событию, случившимся на том месте. Так называется и дерево познания добра и зла. Не потому, что имело познание добра и зла, а потому, что у него обнаружилось познание добра и зла, и оно служило упражнением послушания и непослушания. Опять Иаков видел Бога, сколько возможно это для человека, и дал месту тому имя. Вид Божий. Почему? Видел Бога, сказано, Бытие 32.30. Место не было видом Божьим, но получило название от бывшего на нем события. Видишь, сколько есть доказательств того, что Писание имеет обычай давать название местам, по совершившимся на них событиям. То же самое делает оно и относительно времен. Но чтобы не утруждать вас, вот обратим речь от темного к светлому. Ваша мысль утомилась, занимаясь тонкими предметами, поэтому уместно дайте отдых и перейти к предметам более простым и ясным. Итак, обратимся к спасительному древу креста. Так как оно, именно оно уничтожило все бедствия, какие вело то дерево, лучше же сказать, не оно вело бедствия, а всецело человек, что с великим избытком уничтожил потом Христос, даровав гораздо больше и тех благ. Поэтому самому Павел говорит, когда умножился грех, стало преизбыточествовать благодать. Римлянам 5.20. То есть дар больше греха. Поэтому он опять говорит, но дар благодати не как преступление. Не в такой мере даровал Бог, какой согрешил человек. Не такова прибыль, как убыток. Не таково приобретение, как кораблекрушение. Благ более, чем сколько зол и справедливо. Бедствие вел раб, и их было меньше. А благо даровал Господь. Потому их больше. И поэтому сказано, не как преступление, но дар благодати больше. Поэтому и указывает и саму разность. Суд не дар, и дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Римлянам 5.16. Слова эти очень неясны, поэтому нужно привести объяснение. Суд значит наказание, возмездие, смерть. Ибо из единого, то есть греха, потому что один, говорит, грех ввел такое зло, а дар уничтожил не только этот один грех, но и многие другие. Иоанн 1.29. Поэтому говорит, но дар благодати не как преступление. Поэтому Иоанн Креститель вопиял, все агнец Божий, не в земле греха Дама, но в земле грехи мира. Иоанн 1.29. Видишь ли, что дар благодати не как преступление. Напротив, это дерево принесло благ более, чем сколько зол введено в начале. Аминь.